сегодня привезла вас опять в свое любимое место Клея Рэбби и я сегодня пришла со своей подругой Танюш привет привет друзья вот Татьяна тоже русскоязычная как вы понимаете она здесь живет в Англии уже 11 лет 11 лет Танечка расскажи как ты приехала и как тебе здесь нравится ой как я приехала длинная история где я только не жила в Дании жила два года в Голландии жила во Франции жила 7 месяцев в Швеции жила и вот прижилась только в Англии между прочим ну а чем лучше Англия других стран Англия язык проще датский я так и не сумела выучить французский для меня тоже неподъемный язык оказался да и культура в общем французы довольно таки высокомерные люди в Англии мне казалось круче всего но сначала я приехала недалеко от Бирбингема очень скучное место кошмарное посередине как раз Англии работа дом работа дом дом работа и все а где ты там жила снимала снимала жилье или как я снимала жилье мало того поначалу я снимала одну кровать на двоих с кем-то да сколько вы платили и платили мы дорого 50 фунтов каждая за пол кровати в неделю то есть 100 фунтов неделю за двоих получалось нет ну да 100 фунтов в неделю а рядом через стенку жили поляки брат с сестрой которые воровали все все что плохо лежит деньги оставила на столе в гостиной все на следующий день их уже нет поэтому я была счастлива когда вырвалась на Эллу Вайт а на Эллу Вайт ты почему приехала ты знала об этом острове да меня пригласила моя подруга она тоже из Риги лайма такая она приехала сюда и стала работать в Кирхоме и и пригласила меня провести отпуск я приехала посмотрела думаю вот это место о котором я мечтала я здесь буду жить рай практически через неделю я уволилась а там ты где работала а там я работала кафе это большой комплекс там Мотовей то есть это Мотовей это трасса и там комплекс там был и Марк Спенсер рестораны там и Макдональдс и в общем все 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 сеть ресторанов и магазин вот я работала в Ритазо бар делала капучино варила латте и сколько Танечка получала ты там? я там хорошо у меня был фултайм полный рабочий день 37 часов я получала в неделю да нет да в неделю 37 часов но начиналось с 7 утра допустим и до 3 или потом вторая смена с 3 и до 12 ночи но самое страшное там надо было идти потому что это машины не было у меня я шла пешком 7 километров каждый день туда и обратно и в любую погоду и в дождь и в снег а это трасса ты идешь и машины кругом и меня один раз я забыла жилет светоотражающий да и машина вот огромный огромный грузовик он мне вообще полосанул по руке аааа вообще секунда и все и я вот так представила вот на этом жизни кончилось бы ну в общем короче говоря и сколько ты там получала ты не сказал у меня люди интересуются сейчас скажу в общем я платила 200 фунтов в месяц за пол кровати спала с девчонкой 20 лет из Латвии алкоголичкой мало того она еще приводила мужиков но слава богу не ко мне на кровать так подробности такие интимные ну и сколько ты получала ты так и не сказал ну я не помню я тебе могу сказать 200 в общем я там отработала 5 месяцев и все про все у меня осталось когда я переехала на айлу вайт у меня было всего 1200 фунтов я же платила очень большой такс поначалу потом то мне эти деньги вернули но вот она получала гораздо больше меня она не платила ну то есть 1000 в месяц или сколько хотя бы примерно не помнишь ну да где-то 180 в неделю я получала 180,260 и 720 что то так мало мало потому что такс у меня высчитывали деньги очень большой такс был ну и ты решила переехать на айлу вайт да конечно Танечка а расскажи а почему ты из Латвии уехала и что там после развала советского союза у меня было три магазина в Латвии ну как три магазина second hand Латвия меня стала тренировать на знания латвиста говорить по-русски нету я не имела права обслуживать русских людей на русском языке вот мало того нет мусорника штраф аренда каждый раз все больше и больше а у тебя там была своя квартира да в Латвии нет своя квартира нет аренда не квартира аренда магазина а про магазины говоришь да я магазин три магазина я взяла в аренду я вначале аренду и каждый год они мне повышали ее и потом когда я сказала а в это время я работала семь дней в неделю практически было очень тяжело в это время моя дочь загуляла с мальчиком мой муж он был настолько ленив что взял и прыгнул к моей подруге в кровати я сказала тебе мой подарок на всю оставшуюся жизнь я тут же развелась и я поняла что я делаю деньги муж работал сутки через трое трое суток ему нечего было делать а меня дома практически не было ну в общем и вы развелись я развелась немедленно подала на развод потом были квартирные дела всякие ну и потом когда я квартиру переписала на своих детей на сыну на дочку они меня выгнали из квартиры сказали ты нам больше не нужна катись вот тогда меня пригласили в Данию ты приехала в Данию после Латвии, да? угу пожила там два года с одним уродом то есть ты там себе мужчину нашла, да? тоже мои друзья нашли мне урода богатенького все мы там и Канары и все что хочешь и моя мама приезжала и дочка там вот ну я не знала что он такой идиот ну просто ну просто подонок поэтому я от него сбежала и нашла работу на ферме но у тебя уже тогда был латвийский паспорт и там могла ездить нет латвийский паспорт я получила после Швеции у меня не было еще тогда гражданства Дания единственная в то время страна где я могла жить три месяца потом выезжала то есть брала визу какую-то временную никакой визы не нужно ты имеешь право проживать с российским паспортом, да? ну да, у меня был какой там ну российский же наверное бывший СССР не гражданина не пилсоны латышский паспорт ну не гражданина на гражданство мне надо было сдавать пять часов шел экзамен включающий где я рассказывала того же чего никогда не было и во что я никогда не верила но я сдала потому что мне нужна была работа я не могла жить в Дании я устроилась на работу но я не имела права из Копенгагена мне пришел отказ так как я не гражданка Латвии поэтому из Дании я переехала в Швецию а после Швеции я там пожила вот на моторхолме помнишь я тебе рассказывала что классно зимой по всей Швеции мы проездили вот и тогда я поехала в Ригу сдала экзамен полгода ждала паспорт и потом я стала совершенно свободной потом я переехала во Францию ну в общем и потом ты переехала на Айлоу Вайт ближе вернемся к нашим к нашим местам так и теперь ты здесь живешь уже больше 11 лет да? и здесь тебе нравится лучше чем в каких-то других странах конечно Станя а как ты считаешь мне здесь комфортно да а как ты считаешь вот англичане они чем отличаются от тех же датчан от тех же французов отличаются чем-то на твой взгляд от французов да они не показывают может быть они очень такие высокомерные но англичане? да я этого не чувствую а во Франции я чувствовала везде никогда не забуду когда я ехала на машине и заблудилась тогда еще том томов не было и спрашиваю нашла старушку одну она пожилая женщина француженка и ее так оскорбляла почему сегодня трехлетний ребенок говорит по-английски не говорит по-французски а у нее очень хороший английский был оказывается она учительница английского языка во французской школе была когда-то и вот она просто не могла этого пережить ну я ей объяснила свою так скажем точку зрения что английский язык все-таки маркетинговый сегодня все спешат зарабатывать деньги и поэтому куда бы ни было он как бы международный ты имеешь ввиду ну да он получается что международный а потом посмотри что перед войной с Наполеоном вся Россия говорила по-французски да и даже англичане говорили по-французски да и перед войной мы с Гитлером все учили немецкий а перед войной с Америкой мы все говорим по-английски делайте вывод ну у нас дай бог дай бог не будет войны с Америкой дай бог ну подожди а вот здесь у тебя были мужчины английские конечно ну и как они расскажи про мужчин какое у тебя впечатление разные 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 мужчины разные впечатления ну все таки какие то общие черты такие есть которые бы их отличали от наших русских допустим мужчин жадность английская да а в чем она проявляется во всем английские мужчины жадные ну то есть вот надо платить за себя или что ты имеешь ввиду ну да они в общем то постоянно говорят о деньгах постоянно даже так да вот у меня есть такой смешной друг и он значит каждый год ездит там на своей машине куда-то в Швейцарию в Германию и вот я посчитала сколько раз он сказал где что стоит по дороге вот когда он ехал то есть из всего его рассказа о Швейцарии я считала сколько раз где часочка кофе сколько стоит сколько он заплатил за дорогу сколько в отеле сколько ему пришлось дать на чай ну в общем одни деньги я насчитала а он был твоим другом вы с ним встречались да он и сейчас мой друг только нет ну я имею ввиду как-то бойфренд бойфренд нет просто дружеские отношения он мечтал да но ничего не получилось да слишком многое говорит о деньгах слушай ну а вот бойфренд у тебя я знаю был да мужчина английский да который ну я не помню Алан по моему звали его или что ну вот как по поводу продоксальная жадность тоже жадность да из-за этого я рассталась он меня во всем устраивал во всем но жадный был до безумия он жил я помню на Мэйнленде да да он потом приехал в подсмах он жил в плимухе он приехал в подсмах и вы с ним расстались из-за того что он жадный да я ему сказала спи со своими Мэйнленде а а деньги для тебя превыше всего даже превыше тебя самого он страшно любил деньги ну а познакомились вы с ним тоже через интернет или как нет мы с ним познакомились случайно мы ездили в плимух и вот я как раз зашла в ресторан у него был собственный так скажем паб и отельчик маленький у Алана у этого да очень богатый и все равно деньги считал он меня ставил в такие жутко неудобные положения знаешь вот сидим Тань пойдем в ресторан ну пойдем и вдруг подходит официантка значит рассчитаться а она из Латвии она прекрасно говорит и по-русски и платвижски и вдруг он говорит плати ты должна это все заплатить да а с чего так вдруг такси мы приехали на такси угу он говорит плати ну то есть вот это патологическая жадность кошмар подожди но вот говорят что мужчины английские они как-то более душевные что они вот как-то любят поговорить там признаться в любви вот такое вот есть что-то такое или ты этого тоже не ощущала ну-ка положить что-нибудь положительное Танечка про английских мужчин не надо было если честно то я и не хотела чтобы меня там пусюкали пусюкали мусюкали нет ну положительное качество какие-нибудь положительные есть ну расскажи да вот Алан он был хендимэн мог сделать все абсолютно инженер ну то есть рукастый ты имеешь ввиду рукастый да мы да я любила с ним грэп шахмат умный умный клэва ну ну жадный этим все сказано как говорила моя одна подруга она говорит жадный мужик потому что у него там будет золото что она умен слушай Тань ну вот смотри такой вопрос если ты говоришь англичане жадные ну вот ты же с датчанином жила там с французом допустим а по ним не чувствуется что они жадные мне кажется они европейцы все какие-то такие прижимистые нет да датчани нет кстати вот который этот придурок у меня был поразительно он мне в первый день дал ключи от машины я по всей Дании в Германию ездила сделал мне эту тарелку русского телевидения ну то есть о нем нельзя сказать что он жадный а прямо от англичане ты заметила что все сплошь жадные на твой взгляд да ну то что у меня было да то есть ты бы вот например если бы тебе дали выбирать мужчину с которым бы ты хотела прожить свой остаток жизни какой ты бы выбрала какой национальности мужчину русского ну то есть в Англии таких нет или все таки есть как ты считаешь ну может и есть надо искать надо искать в общем никогда не слушай а может быть это уже в зависимости от возраста приходит жадность к ним или как нет 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 они все не рождаются да интересно от чего это зависит жизнь у них такая тяжелая в смысле дорогая или что или уже да нет они в общем то все богатенькие понимаешь все богатенькие ну вот я тоже кстати вот говорила о своем уже что он копейки считал они ставят все таки деньги выше себя и превыше всего интересно интересно хорошо здесь ты на работе где на работу устроилась тоже на айлоу вайте да ага ты работала на кассе на кассе да сколько ты там проработала 6 лет ну и там тебе уже нравилось да это мне нравился во первых мне очень нравился подход если ты делаешь какую-то ошибку тебя никто не унижает из начальства и не строит к тебе подходит тихонечко и говорит Тань пройди пожалуйста в первую комнату нам надо поговорить угу никто у нас менеджер да менеджер да это вообще вот здесь в Англии это не принято орать ругаться да абсолютно у тебя просто с улыбкой уволят и все да тебя просто с улыбкой уволят да 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 очень аккуратно с улыбкой скажут извините но вы нам не подходите больше нам не нужно извините пожалуйста это не то что у нас наорут ногами на тупотят но ты будешь на работе оставаться ну и скажи у нас одна мадам она пыталась украсть двадцать тысяч где это в Теско о даже так да англичанка да молодая вот мы с ней часто работали она была невероятно толстая она сидела за мной у нее что-то упало я ее достаю она не может повернуться и вот она как раз пыталась так я это узнала ее уволили я это узнала много лет спустя никто не знал за что и как и почему а ее как поймали интересно на воровстве не знаю мне просто сказали уже ее просто тихо мирно уволили да ничего нет самое могли бы в принципе и в тюрьму посадить да ну то есть ты здесь теперь уже как бы обосновалась и ты не хочешь никуда уезжать тебе нравится да тебе нравится английский язык у тебя более-менее нормальный ну как сказать ты можешь поговорить в английском что-нибудь да конечно я тебя люблю а я? твои друзья тоже спасибо вот какие красавцы сидят за нами мужчины да ну-ка посмотрим где там вот они сейчас встали видишь стройные в шортиках красивые хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Я думаю, что вам было интересно, друзья, послушать не только меня, но и моих знакомых, которые здесь живут со мной рядом. А мы сейчас пойдем погуляем опять по этой красивой природе. Сегодня у нас суббота, людей очень много. И в моем любимом кафе мы с вами встречаемся. С чем поздравить? С Богородицей. Да, вот поздравляю всех вас с Богородицей. Это что такое, я не знаю. Это Святая Богородица. Да. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, друзья. Пишите свои вопросы. Кому интересно, ставьте лайки. Всего вам доброго. Увидимся. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok